вы похожи да мы видео старое пересматриваем ржом не можем просто сами над собой вот просто угораем ребята Артемка конечно контент делал шикарный салона можно открывать мы должны сделать пока еще не знаю да Тиме по-моему прививки там вот как не было волос так и нету вот эту кофточку я купила в этом в Гудвилле нет не такой Гудвилл сейчас не нравится что там Тима расскажи Тима такой большой местный голосочек гуляй где хочешь это его автобус это он впечатленный голос про школу это первый день да? первый раз? первый раз? я понимаю это уже второй день скорее всего потому что он дает офисение уже сказал это наша комьюнити где мы жили Тима видосы старые все просто то есть у него с утра на автобусе а потом хорошо заехали вот в такой автосалон здесь у нас столько видео столько контента оказывается заехали вот в такой автосалон вот такой вот за 6000 Тимаша очень маленький хорошие машины космос космос а нет шевролей корвет корвет у меня в свое время был спортивный форт ровер корвет же сиденье тревогные маленькие как сказать потрепанные они наверное удобные ну и самая машина видно смотри красивый мера автомат такой да смотри старые машины когда приехали софии смотрели ну там почему мы новую не брали почему-то я не помню вот но папа не хотел категорично 2000 год за 5800 но состояние ну такое я вот такую взял загорел передел но не такую что передел ой я такая в туфельках я смотрю там ну я знаю в чём контент сегодня а это я выкладывала недавно вот это видео это она со школы пришла рюкзак твой любимый сейчас если в большинстве в школе учиться то что они сейчас проходят как там настише так с Каролиной разговаривали смотрим на такой Volkswagen Passat в 2008 года стоит 6500 долго тебе выбирали такие машины в итоге все-таки ты сел только на новый Genesis сейчас встроенные нет Toyota а Toyota то есть да вот это мы долго смотрели я помню долго убирали потом что Соня просто не села за рот в комплекте это и южная по-моему которая понравилась мне да 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 а потом что мы передали потому что санкфабель не очень снимает что ты боярина голови а подальше интервью 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 всех хочется спросить всем привет привет ой господи я такая добрая сегодня мы выехали подготовиться волмарке а ты кстати это это же меня как раз Артем стриг этот она американые супруг знакомого тут первую прическу мне сделал с ним познакомилась да это анекен супруг да меня подстриг это его стрижка думать а какую же пеньяту купить и там от этого будем дальше плясать а то не будет сюрпризы если будет сделано такой худенький вообще тюма да смотрите Соня уже испекла стандартно до сих пор это что день рождения девушек так мы жили сейчас у нас просто ломится гараж от всякой ерунды а здесь такой минимализм реально люди деньги экономили мне вопрос вот эту лампу бу 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 это вот та которая да я ее хочу выбросить уже и просто не могу ее смотреть это было пять лет по-моему да девочка да надеемся правда мы пытались мы старались не уйти в депрессию и каким-то образом это четыре года потом мы по-моему ездили нет четыре это Соня да четыре одежку я им приготовила посмотрите одинаковую купила а девчонки оденут в омарте что ли я им взяла и тархолки для меня и тархолки для меня и тархолки для меня и тархолки для меня софия почти закончила свой торт с телевизор завтра по закону подлости еще рано вставать тимофея сегодня закончились каникулы и завтра первый день идти в школу да че на другое софия наконец-то закончил торт и теперь возможно сможем пойти спать торт медово-пудистый собственного производства это сколько лет был софия я уже забыла какой то год получается я думал в 18 лет еще кирсики появились да 18 лет он тортики прикал да поэтому счастлив вот так мы всегда делаем потом дети спускаются как всегда в последний момент это наша первая елка ой вообще это мы приехали сейчас привезли елку нарядили елку повесили на кирпляху все что мы могли купить а где у нас олень ребенок в трусах давай беги голый голый и вторая вон тоже у нас есть своя олень такая прелесть я не могу мы в принципе могли бы остаться и без елки без ничего это каролина купить машину почти об этом скажем отдельно это вот я нормально относилась к тому что дети в трусах сейчас живя здесь в Америке это очень дико для меня это ненормально что так можно детей выставить в трусиках но после того как закрыли волна нам повезло это очень у нас раньше сертов было сейчас так нельзя делать они еще работают там мы купили не могу даже на это смотреть но какое-то интригующее видео как где у нас какое приехали в майами зачем у нас это кто-то в смысле всем привет привет мы вчера приехали в майами это кубинский район по моему да вчера мы проехали 300 миль от нашего дома переночевали здесь сейчас еще погадаемся по майами дела свои уже сделали а потом докажем что еще раз было сложно да ну и сейчас уже скоро поедем обратно домой еще 300 миль можете свои предположения что мы забыли на этот раз в майами и для чего сюда приехали сейчас в майами едем на обед ты такой вообще классненький кстати эта красная футболка идет что не скажешь про меня конечно замученная женщина аэропорт почта аэропорт Мам так станку же в майами Точи ехали да а вы посылку сейчас мы просто находимся в таком о да а шарлотта это где это шарлоттик это мы привезли через полгода я так переживала за шарлоту конечно шарлотта получается 7 лет живет ну да шарлотта пить хочется заканчиваем это сейчас ой моя собака шарлотта привет шарлотта привет а кричи слава богу все хорошо окей за шарлотта там уже слезы нахо на не взяли все какого-то есть она представляете приехала сюда горит там три ослабли без нее жить не могу без этой собаки да я читала что там собаки умирают кошки да я боялся что у нас дохнет ну конечно у кого-то есть она такая просто ну это не очень просто самое главное чтобы целая шарлотта есть сколько шарлотта есть такой грязный офис сейчас бедолага приехала семь лет здесь уже живет и уже конечно уходит ну вот она полгода мы здесь без нее были походу такая беленькая была пакам нас узналась спустя полгода ты тут просто излилась даже сейчас поедем походу нам ее еще не отдали нам ее показали по-моему нет мы в таможне съездили сейчас а в таможне да бумажку уходу заберем сейчас она сначала нас не узнавала сначала она кричала ей по-моему а смотри я-то снимала вот единственное когда она была везде здесь вдохли конечно же потом когда я начала ее гладить она прям вся искулилась узнала нас даже прямо отребелась причем мы сюда приехали до того как она еще подземлилась потому что там тут ну потому что мы загорали мы зашли ты все время першит в горле артем вот как приехал ты так и першит мы не говорили что про собаку Тима у тебя что зрение еще хорошее было да Тима а что ты без очков там без очков то там без очков то там аааа потому что я же в нашей черепашке снимаю аааа ааа и соответственно ругает меня вы становитесь и сейчас и сейчас и в итоге нам надо сказать сколько даже прики 6 часов прилетает рейс успели теперь идем заплатим сейчас 65 долларов вообще 55 долларов но у меня не работает машина это видите я учусь снимать на камеру обычно обычно Артем а то вообще просто досмотреть скажем ну да чем сейчас не работает смысл они тебя просто выживаешь подкину не машинка не работает да это же не работает это работает или не работает а что у меня футбол поменяет у нас еще собака да мы еще и собаку привезли не мы еще не забрали сейчас две кошки и две собаки не знаю не знаю не видно наше зеркало все пор со скотчем почему скотчем а мы купили машину она обещала нам зеркало дать очень долго она его нам прислала мы такие терпеливые вообще да это что такое это где мы едем это все в аэропорту а это все собаку забираем в смысле на следующий день так подожди и это мы уже забрали сейчас я найду так это таможня пожалуй Аринашка у нас такая в пятнах вся у нее видел не был стресс а та кстати она в пятнах была не было не сделали уже не было коричневых она была прям белая-белая вся а сейчас вот вся потемнело ладно, потом посмотрим может быть со временем пройдет было у нас такое да все прошло с папами все в порядке я знаю что она прыгала она аж прыгала на диван залезала да вообще так было это синий спасибо это синий это синий это синий это синий кто это? саталек синий саталек синий такой звук ужасный боже ну как люди смотрят такие видео просто просто это благодарю это синий пятая-шестая эхота так это еще пятая-шестая эхота всем привет приглашу свои извинения не забывай не забывай не забывай не забывай щечки такие сегодня у нас 7 сентября 19 часов 10 минут 8 час вечера по нашему времени здесь можно рассказать на сколько поставить на самом деле правда решил выйти да потому что это сказать как бы что на самом деле да почему я здесь один почему я такой он грустный здесь вообще бедолажка ну Ирина то больница была у нее какие-то проблемы были а тут параллельно надвигается ураган мы с Софией не знаем что делать как маме объяснить а мне нельзя было психологически говорить какие-то вещи да у Темы здесь бедолага вообще мы ничего справились в общем женщины не было очень много сообщений да спасибо большое очень много людей переживает за нас что у нас здесь как у нас спрашивают на угол про снимал все переживают из-за урагана которая привезла на нас сейчас об этом много поговорим ну во-первых почему мы не выходили но у нас что-то пролетело произошло за это время на самом деле в частности много хорошего ну и нехорошего в любом случае попозже обо всем расскажем но надо было немного отойти от ютуба чтобы сконцентрироваться на других делах какой апокалипсис это 9 месяцев после же видео в урагане вот так забаррикадировался магазин да 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 может в бассейне купались в ураган в бассейне купались в ураган в бассейне ну это Ирма это Ирма да была ну это дико был для нас первый ураган теперь уже безумные ну да хорошее комьюнити да очень хорошее тогда сейчас не знаю как но тогда хороший потом столько ребят туда приехало приехали все практически все столько много народу было столько было наших ребят и Настя, Саша и Лена там с Вовой все 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 и еще у нас тоже кто там господи Женька Гейн туда приезжала рядом снимала с этим комьюнити тоже блогер очень много людей приехало мы были одни бедолаги мотались просто по этому комьюнити никого не знали а потом все приехали и было так весело вот АМТ он назывался раньше он раньше он назывался по-другому да вот раньше он назывался да была АМТ дождь такой да сейчас он по-другому как-то да на звуки угу выливает собаку дочь сейчас усиливается тихонько там предложил говорил что нет я остаюсь потом 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 за пару часов он до начала урагана тихонечко в багажник складывал свои чемоданы съемки с урагана это самый такой до Орландо а мы поехали в самый ураган на самом деле там не было а уехали в Орландо а в Орландо была вторая категория вот это вторая категория да смотрите какое есть видео а я как раз какая художественная постановка ой это Артем вообще режиссер смотрите испанский стыд почему испанский стыд смотрите мы с папой выезжали делали съемки это целая работа посмотрите а еще все такой саундтрек а он еще это монтировал все знаете на таком ужасном маленьком компьютере не работает я не знаю как он это делал конечно вообще это не я скинул тележки это тележки были они были в воде вы уже год как живете в США можете подвести ты хейтером да ну комментарии все писали всякое это как некий такой стёб был такой корявый стёб над комментаторами как ты живет с праздником нас год в Америке сегодня мы ой это я здесь вообще похудела а ты видишь поправился задуматься над тем а где он взял ты сиденье иди в минуту шапка это чем ты видишь ты видишь это та которая сидит а кто она девушка а кто она девушка папа куда-то делал потому что мы можем карлить семью в смысле мы вообще не сюда приехали еще на машине уезжать поэтому не пьем ну вообще режиссеры мы фильмы снимали уже смотри какие по тем это какой год 6 лет назад фильмы снимали а это твои две любимые футболки 哇 что вы так навык почему ты шешь в основе классная кажется это не главная Какая у нас стойка-то какая-то. А сейчас что-нибудь счастливые? Горщу ли уезжать, видео называется. Счастливые. Ой, я не могу. Ну что, хватит. Ну хватит, я тут. Ручья там на ютубе депозировалась. Да, все нормально там было. Так, завтра мы поедем в Флориду Аквариум. Это в Тампу. Так что завтра мы будем в Тампе. Кто так в сторону камеры держит? Ты что снимаешь, мое ухо или что? Я тебе полностью... Нет, не полностью, а вот до этой части я тебя снимаю. Да, еще там мусорный мешок. Он сзади, Пенька бегает с игрушкой. Поедем, хотим куда-нибудь выехать. У нас сегодня сонный день, потому что дожди нам льет по полной программе. Закончим видео на этом. Видите, мы вам сделали небольшой обзор на наши старые видео. Сели посмотреть и с вами еще поделились. Потому что видео... Вообще, начнем с простого. Мы завтра собрались в Тампу, в Аквариум, потому что Каролина захотела в Аквариум. И мы решили посмотреть наше старое видео 7-летней давности, как мы в этот Аквариум ходили. Посмотрели и дальше пошло поехало. Да, пошло поехало. В Дубае было лучше, мы сказали. Слушайте, ну мы приехали, конечно, жили здесь. Это было что-то. Да, мы сейчас смотрим и думаем, боже, ну ничего, все нормально. Все отлично. Там есть спагетти с этим, есть там спагетти я готовила. В общем, все, закончим этим видео. Потом расскажем, задавайте вопросы, если что-то непонятно. Вот, перескажем вам. Все, увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok